Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». У микрофона Мария Кожевникова. Здравствуйте. В Кировской области хотят развивать производство древесного усеплителя. Во время рабочей поездки в Даровской район губернатор Александр Соколов посетил предприятие «Водворкомплект», которое специализируется на строительстве зданий, производстве сухого профилированного и клееного бруса. С 2016 года предприятие производит 10 готовых домокомплектов в месяц и поставляет их по всей России. Также на предприятии работает цех по выпуску пилет из древесных отходов. Кроме того, рассматривается вариант производства из отходов древесного утеплителя. Это, по словам руководителя предприятия Константина Дудина, перспективное направление. Но для его развития нужно оборудование из Белоруссии. Александр Соколов поручил зампреду Михаилу Сандалову проработать вопрос о создании дополнительных мощностей для производства древесного утеплителя. Экономика. Кировская область попала в топ-5 по собираемости имущественных налогов. Об этом говорится в сообщении у ФНС России по Кировской области об итогах кампании по уплате имущественных налогов физлиц за 2021 год. Общая сумма имущественных налогов за 2021 год составила более 2 миллиардов рублей с ростом к 2020 году на 8,5%. Из них поступило 89,5%. При среднероссийском показателе 81,5%. Сообщили в управлении и поблагодарили всех кировчан, которые вовремя и в полном объеме платят налоги. В эфире экономика. Ремонт моста в Коминтерне обойдется в 37 миллионов рублей. Сейчас власти ищут подрядчика, который выполнит работы. Мост через протоку реки Плоской на Павла Корчагина признали аварийным в прошлом году. Ремонтировать его будут в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ, по данным городминистрации, составит 37 миллионов 200 тысяч рублей. Сейчас на мосту введено ограничение на движение многотонных транспортных средств. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.